Вы смотрите программу «Губерния». Вот главная тема выпуска. Приостановлена не только диспансеризация, но и плановый приём в поликлиниках региона. Пока до 20 февраля. Указ подписан. Какие есть варианты попасть на приём? В частном секторе самовыгульные собаки окружили школьницу. Во Вдотино домашние собаки собрались в огромную свору из-за пугари местных жителей. В частный сектор вышел на прогулку. Коммунальщики играют на нервах простых людей. Расскажем, кто на самом деле полетит на Канары после перерасчёта за тепло. Сегодня об этом послушайте. Синяя жидкость вне закона. В очередной рейд по местам торговли незамерзайкой отправилась наша съёмочная группа вместе с сотрудниками муниципального контроля и полиции. Мы выяснили, почему эти точки продажи незаконны. Два раза в неделю люди старшего возраста могут заниматься бесплатно фитосом в группе здоровья во дворце. По какому принципу отбирали желающих? Об этом в нашем сюжете. Интерактивную карту с информацией об улицах города Иваново создал студент Даниил Шишов. Она рассказывает об истории более тысячи объектов. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте. В студии Сергей Веселов. В регионе за сутки врачей вызывали более 9 тысяч раз. Из-за пиковой нагрузки приостановлен приём пациентов в поликлиниках. Пока до 20 февраля. В департаменте здравоохранения прокомментировали текущую ситуацию. Количество заболевших в России уже несколько дней пробивает отметку в 100 тысяч. В регионе антирекорды ставятся ежедневно. Нагрузка на первичное звено выросла почти в пять раз. Сегодня на передовой трудятся студенты всех медицинских вузов и колледжей. На смены выходят даже те, кто уже ранее сдал белый халат. Из-за критической обстановки было принято решение о прекращении оказания плановой медпомощи в поликлиниках. Теперь записаться к врачу по месту жительства невозможно. Однако директор Депздрава отметил, что повода для паники нет. Ряд медучреждений продолжат принимать больных. Помощь больным с хроническими заболеваниями в период обострения не прекращается. Также не прекращается выдача дополнительных лекарственных препаратов. Сейчас мы выдаем рецепты со сроком обслуживания три месяца. При этом все поликлиники, которые оказывают помощь населению, стоматологическую, женские консультации, а также поликлиники диспансеров, это кардиологический диспансер, онкодиспансер и другие работают в своем штатном режиме. Туда можно записаться и получить квалифицированную медицинскую помощь. Оказание неотложной помощи также будет работать в полном объеме. Однако врачи рекомендуют обращаться к узким специалистам только в случае крайней необходимости. Принимать пациентов продолжат частные клиники, а также медучреждения, которые не имеют прикрепленного населения. Все вот эти учреждения, в том числе и областная больница, мы продолжаем оказывать и плановую медицинскую помощь, и экстренную медицинскую помощь. Наша поликлиника работает, она в обычном режиме. То есть принимают и узкие специалисты. Я бы, наверное, обратил внимание на то, что те люди, которые все-таки чувствуют в себе силы и нет крайней необходимости сегодня посещать врачей, узких специалистов, то отказаться от этого и подождать до более, наверное, лучших времен. Напомним, на сегодняшний день полный курс вакцинации прошли 423 тысячи 6 человек. Омикроном болеют и вакцинированные, но риск попасть на больничную койку уменьшается в разы. Денис Воробьев, телекомпания «Барс». Бывшего директора Кенишемского медколледжа Светлану Краснову хотят лишить звания «Женщина года», которое было присвоено в 2020-м. Депутат облдумы, коммунист Владимир Любимов, обратился с такой инициативой главе Кенишмы. В декабре прошлого года суд признал Светлану Краснову виновной в получении взяток и превышении должностных полномочий. Бывшего директора медколледжа приговорили к штрафу в размере полутора миллионов рублей и лишили на четыре с половиной года права работать на руководящих должностях. Ранее Кенишемский полицовет «Единая Россия» приостановил ее членство в партии. Теперь депутат облдумы от КПРФ предлагает лишить Краснову и звания «Женщина года». По информации издания Кенишемец, в своем обращении к главе города Любимов просит направить в гордуму соответствующее представление. Ссылается автор на решение самой думы, принятое в прошлом марте. Там говорится, что в случае обвинительного приговора гражданин лишается всех муниципальных наград. Жители Иванова обеспокоены собаками на самовыгуле. Животные, отпущенные хозяевами, бегают по улицам, собираются в стаи, прибиваются к другим сворам, нападают на прохожих. В частном секторе собаки окружили школьницу, а по Авдотину бегала огромная стая из домашних собак и не давала местным жителям прохода. Подробнее расскажет моя коллега Яна Ведерникова. История произошла на улице 4-й новаторской. Школьница возвращалась домой после уроков и перед самым домом ее окружили три собаки, настроенные отнюдь недружелюбно. Девочка замирает на месте, потом делает несколько маленьких шагов назад, уворачивается от животных. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не мужчина, голосом спугнувший четвероногих агрессоров. Собаки давно бегают по частному сектору, накидываются на людей не в первый раз, и не совсем они и бездомные, рассказывает Светлана. Мы пытались поговорить с соседями, и вот Татьяна, соседка моя, она к ним обращалась, и вчера полицейские, которые приехали по вызову, все-таки пытались мы как-то мирно урегулировать этот вопрос, но адекватной реакции со стороны соседей, к сожалению, не было, и была и нецензурная браль. Причем, почему-то женщина считает, что собаки ей не принадлежат, но при этом она сама утверждает, что я их, да, кормлю, а во двор они их себе загоняют. Это кадры из Авдотина, проезд круглый. Кинолог приехал на отлов по заявке местных жителей, беспокойных сворой, слоняющейся по улицам. И тут собаки отнюдь не беспризорны. Хозяева отпустили своих питомцев в свободное плавание по окрестностям. По делу хозяйская, сука в охоте, сука в течке, хозяйская с ошейниками, выпустили на улицу, собрала свадьбу. Стаи у нас собраны из домашних хозяйских, кобелей, которых частный сектор выпустил на самовыгу, частный сектор вышел на прогулку. Слибанку-то еле дошли до остановки, а? Все, собаку забрали, никакой стаи больше нет, просто содержать собак нужно правильно. Михаил Кинолог, который выезжал по заявке в Авдотином, говорит, хаски собрала вокруг себя порядка 15 кобелей. Отлавливали с помощью наркоза. Сейчас собака в приюте и за несколько дней никто из хозяев так и не объявился. По опросам соседей, как они рассказали, что она гуляет постоянно на самовыгуле. Неизвестно, по какой причине хозяева ее не стерилизуют и не загоняют домой, мне удалось узнать об этом. Потому что не было... Во время отлова, пока ее ловили, к нам никто не вышел, потому что когда она заснула, она упала прямо около дома хозяина, судя по всему. На первый взгляд, не агрессивная, но пока ее не возьмешь в руки, естественно. То есть она сейчас напугана и ведется себя довольно спокойно. Собаки на самовыгуле – это настоящая проблема, говорят в майском дне. Таких в приюте порядка 30%. Очень часто хозяева нерадивые. Считают, что собачка сходила, пописала и вернулась, и все нормально. Собаки, бывает, уходят очень далеко, присоединяются к стаям, гуляют по несколько дней, проявляют потом агрессию. У нас шикарная девочка Алабайка, она поступила тоже около двух-трех месяцев назад. Даже мы ее размещали по телевидению, показывали. Хозяева почему-то не нашлись. Хотя собака более чем адекватная. Когда у нас поехали с отловом, она зашла сама, с удовольствием зашла в машину и поехала. Истории, когда люди берут себе собаку и отпускают ее потом гулять по улицам самостоятельно, много в том же приюте. Животные отлавливают, потом объявляется владелец, требующий вернуть питомцам, забирает любимца и снова выпускает. Так по несколько раз им собаку никак не отобрать у таких недохозяев. Мы отлавливаем животных, которые находятся на территории города Иваново без владельцев, то есть без сопровождающего лица. Владельцам домашних животных всегда необходимо помнить о том, что необходимо следить за своими питомцами. И владельцам крупных пород собак достаточно опасных необходимо лучше присматривать за своими питомцами. Животные периодически у нас отлавливаются именно домашние. За 21 год в Иванове было 16 историй с отловленными и возвращенными самовыгульными собаками. Тем временем в Шуе определен подрядчик, который займется отловом безнадзорных собак. Это благотворительный фонд помощи бездомным животным «Добрый дом» в Ивановской области. Напомним, неделю назад мы рассказывали о случаях собачьей оккупации в разных городах области, в том числе и в Шуе. Там своры агрессивных собак уже больше года держат в страхе целый район. Неоднократные жалобы жителей в полицию и местные власти не увенчались успехом. К слову, в комментарии по этому вопросу шуйская администрация нам тогда отказала. Сейчас шуйские власти информируют, что сообщить о месте нахождения беспризорного животного можно по телефону отдела ЖКХ, который вы видите на экране. Отмечают, что после отлова и проведения ряда процедур неагрессивную собаку вернут на прежнее место обитания. Владельцев же настоятельно просят не отпускать своих питомцев на самовыгул. Больше миллиарда рублей планируют вложить в этом году в Ивановские дороги. На эти деньги отремонтируют 124 улицы города. Полный перечень улиц опубликован на сайте Иванова Ньюс. Посмотреть его можно, воспользовавшись QR-кодом, который вы видите на экране. Сумма, предназначенная на дорожный ремонт – 1 миллиард 116 миллионов рублей. Большая часть средств поступит из федерального и областного бюджетов. В планах городской власти привести в порядок 50 километров дорожного полотна. Для сравнения, в прошлом году отремонтировано 38 километров. В списке улиц – магистральные проезды и внутриквартальные, а также дороги в частном секторе. Администрация уже начала разыгрывать контракты на выполнение работ. Зимой в Иванове появляются точки продажи незамерзающей жидкости для автомобилей. Очередной рейд по выявлению мест незаконной торговли в четверг провели сотрудники мэрии. Почему эти точки незаконны и кому выгодно заниматься продажей с колес, выяснял Владимир Еремин. Прикормленное место – перекресток улиц Шубиных и Любимого. Транспортный поток здесь интенсивный. Каждый осенне-зимний сезон на стыке дорог нелегально торгуют незамерзайкой. В присутствии видеокамеры мужчина потерял дар речи. На вопросы о наличии разрешительных документов на торговлю и наличии лицензии на товар стал отвечать жестами. А где у вас лицензия все-таки на незамерзайку-то? Чего? М? Документы есть? Не отравишься вот от этой незамерзайки? Насколько она не опасна, скажем так? Документов на торговлю в данном месте не оказалось. Полицейским говорит, что торгуют безопасной для водителей жидкостью. Хозяин не он. Что нарушает, не знал. Торговля ведется с земли, с какой-то пенопластовой коробки. Торговля незаконная. Сертификатов продавец нам не предъявил. Его мы вызвали на составление протокола, потому что на данный момент паспорта у человека с собой нет. Личность установил сотрудник полиции. На продавца стеклоомывайкой составлен протокол. Он будет направлен в мировой суд. Нарушителя оштрафуют, но товар не конфискуют. Он останется при нем. Еще одна точка на въезде из города, напротив парка Харенка. Подобные рейды для продавцов незамерзайкой стали привычным делом. Позже к проверяющим подъехал владелец бизнеса Иван. Как позже выяснится, имя нарушителя в мэрии давно известное. Трудностей в принципе нет. Только вот полиция приезжает, администрация. Вот только вот единственные трудности. Предприниматель Иван рассказывает, торговля омывайкой в нашем городе дело прибыльное. На качество товара водители пока не жаловались. В этом бизнесе 12 лет. Торговать в рамках закона в Иванове, говорит, невыгодно и трудно. Дешевле платить штрафы. Потому что это никак не узаконить. В чем проблема все-таки? Вместе. Почему? Потому что не дадут обочину в администрации. Кто даст? Кусок обочины никто не даст. А вы спрашивали, что вам там отвечают? Надо регистрировать все. Куратора торговли. Контролеры пригласили в мэрию. Нарушителя, возможно, оштрафуют. Наказание не выглядит пугающим. За торговлю в неположенном месте сумма составляет не более 1 тысячи рублей. Владимир Еремин, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». В Иванове на проспекте строителей сгорел автомобиль. Происшествие случилось на оживленной парковке торгового центра «Ясень» в двух шагах от автозаправочной станции. Машина загорелась около трех часов дня. Владелец не сумел справиться с пожаром собственными силами. Огонь распространялся слишком быстро. К моменту приезда огнеборцев транспортное средство было полностью охвачено пламенем. Чтобы погасить его пожарным, потребовалось не более минуты. Инцидент обернулся для владельца материальными потерями. Поврежденный автомобиль восстановлению не подлежит. Ну а сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вот о чем вы узнаете во второй части выпуска. Коммунальщики играют на нервах простых людей. Расскажем, кто на самом деле полетит на Канары после перерасчета за тепло. Сегодня об этом послушайте. Интерактивную карту с информацией об улицах города Иваново создал студент Данил Шишов. Она рассказывает об истории более тысячи объектов. Вы смотрите программу «Губерния». Мы продолжаем выпуск. В ночь на четверг в Юже полностью сгорел дом и пристройка к нему. Как пишут очевидцы, все произошло за считанные минуты. Огонь уничтожил все имущество семьи. Пожар случился на улице Черняховского в половину второго ночи. По предварительной информации, пламя стало распространяться с кухни. В доме проживала семья из четырех человек. В их числе двое маленьких детей. К счастью, никто не пострадал. Они смогли эвакуироваться самостоятельно. Как говорят очевидцы, выпрыгивали из окон. На тушение прибыло три автоцистерны и 16 человек. В дворце игровых видов спорта начались бесплатные занятия группы здоровья. Поручение организовать занятия фитнесом для людей в возрасте 60 плюс администрации дворца дал губернатор. Сколько ивановцев выразили желание вести здоровый образ жизни и по какому признаку набирали желающих? Об этом расскажет Ирина Афонина. В феврале дворец игровых видов спорта открыл свои двери для людей старшего возраста. Желание укрепить здоровье выразили более ста человек, но в группу попали 30. Заявок подано очень много и слава богу. То есть люди хотят заниматься спортом. Заявок подано более ста на сегодняшний день. Единственным ограничением служит, конечно, состояние здоровья. Перед тренировкой необходимо побывать у терапевта и предоставить документы о состоянии здоровья, о наличии или отсутствии противопоказаний. Во дворец надо принести паспорт, страховой полис, СНИЛ, сертификат о вакцинации. Затем получить допуск на занятие. Накануне занятия они проходят по вторникам и четвергам. Надо позвонить и сообщить, что человек здоров и планирует прийти. Это уже вторичный осмотр. То есть уже непосредственно перед тренировочным процессом. То есть мы измеряем температуру тела и измеряем артериальное давление. И уже по результатам я допускаю, либо не допускаю участника до тренировочного процесса. Основной принцип группы здоровья не навреди. Первое занятие фитнесом состояло и здесь во вторник. Фитнес это не только для молодых. Движение это жизнь. И движение оно способствует мышечному тонусу, восстановлению подвижности крупных суставов. Оно помогает, улучшает настроение. Галина Кузьмина занимается фитнесом около 10 лет. Призналась, не знает, кого благодарить за такой приятный подарок. У нас было первое занятие, оно прошло во вторник. Сегодня второе. Нам тогда во вторник всем очень понравилось. Поэтому с удовольствием пришли сегодня. Обычно группа здоровья занимается в зале площадью 650 квадратных метров. Что позволяет соблюдать требуемую в период пандемии дистанцию. В четверг во дворце проходили соревнования школьников. Поэтому пришлось перебраться в зал поменьше. Основа успешных занятий не только великолепная обстановка, но и тренер. С тренером, возрастным спортсменом, повезло. Она сама нам написала. У нее есть очень хорошая база, подготовка. Она тренер по ЛФК, она прошла Бубу Думовского. То есть человек с очень большим багажом, стажем. Супер тренер. Отметим, что основной контингент в группе здоровья – женщины. Мужчин – единицы. Они предпочитают тренажерные залы. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Почему письма и посылки не доходят до адресатов или доходят, но испорченные? Автор следующего видео уверен. Это происходит из-за того, что работники почты к своим обязанностям относятся пренебрежительно. Снятые им кадры как раз про это. Место действия – улица Бубнова в Иванове. Почтовое отделение 153-012. На видео запечатлен процесс загрузки корреспонденции в почтовый фургон. Конечно, действия сотрудника можно трактовать по-разному. Но аккуратными их точно не назовешь. А все потому, что при таком способе почта вываливается обратно. На видео наглядный тому пример. Бантероль валяется в снегу, и до нее никому нет никакого дела. Увы, запись обрывается на самом интересном месте. Дошло ли это письмо до адресата, осталось неизвестным. Интерактивную карту с информацией об улицах города создал Ивановец Даниил Шишов. Она рассказывает об истории более тысячи объектов. Как родилась идея схемы с топонимами, и что можно на ней увидеть, расскажем в репортаже. Идея создать интерактивную карту на основе Яндекса пришла Даниилу Шишову прошлым летом. После того, как он прочитал купленную на Блошином рынке книгу «Имена улиц города Иваново» 1976 года издания. Мне сразу показалось, что эта информация очень интересная, и она достойна того, чтобы как-то ее цифровать. Сначала я думал просто оцифровать книгу, но впоследствии понял, что визуализировать все на карте – это в разы удобнее людям. Специальность студента с историей и дизайном не связана. Он учится на эколога в Москве, но увлекается веб-разработками и хочет побудить ивановцев больше любить родной город. Показать, что интересной может быть не только история центральных проспектов, но и окраин. Например, Кавалерийская улица. Там она носит такое название, прям звучное, интересное название, из-за того, что там раньше располагался ипподром. Это видно на военных снимках 40-х годов. Сейчас на территории ипподрома находится школа 50. На интерактивной карте отмечено около тысячи улиц. Происхождение названий некоторых студенту не удалось выяснить. Есть топонимы, обозначенные в книге, но уже ставшие историей. Например, улица Красной Армии меняла свое название три раза. Так как улица называется сейчас, она называется так только последние сто лет. До 1922 года она называлась Рождественской, еще ранее Кабацкой, потому что действительно много кабаков, а в конце 18 века она называлась Варварской. Как? Варварской? Варварская, да. Ну, кабаков здесь много и сейчас, да? Да. Варварская, да. Воронинский проезд. После ее переименовали. Громобой – это партийная кличка большевика Романа Семенчикова. Даниил планирует обозначить все улицы города, а также сделать интерактивные карты малых городов области, например, Шуи и Кинишмы. Марина Зейна, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». Пешеход переходил дорогу, и его неожиданно охватил приступ любви. Забавный случай произошел в Иванове на этой неделе. Все случилось на площади Победы. Автомобилист остановился на красный свет перед переходом. Пешеход дошел до середины полосы совершенно неожиданно. Ему захотелось обнимашек. Он развел руки в стороны и направился к машине. Водитель этой инициативы не поддержал и остался в салоне. Поэтому любвеобильный мужчина приложился к автомобилю и отправился дальше по своим делам. Тема с перерасчетом за отопление набирает обороты. Законность начисления проверяет прокуратура. А наши корреспонденты продолжают выяснять, во что может вылиться народный бунт. Сегодня об этом в авторском комментарии программы «Послушайте». Привет! Сегодня никто не защищен от ковида. Я тоже заболела, но больше не могу оставаться в стороне. Тема недели никого не оставила равнодушным. И, конечно, я имею в виду корректировку платы за отопление. Счета за коммуналку действительно становятся непосильными. Людям уже приходится выбирать, заплатить ресурсникам или купить продукты. Но сегодня я предлагаю посмотреть на проблему со стороны, с которой ее еще не рассматривали. 150 миллионов в скором времени Пауты Плюс вернет жителям Иваново за тепло. Да-да, вернут героически на фоне всеобщего шока от квитанций гортеплоэнерго. Поправлюсь сразу, что, возможно, не всем, кто сейчас заплатил и не в полном объеме, но вернут. Тонкий политический ход. Муниципальные предприятия, которые из последних сил держатся на плаву, пытаются дискредитировать и захватить. Как вы помните, водоканалы и Егор Электросеть городу больше не принадлежат. 1 июля в Иванове появилась единая теплоснабжающая организация. Они же Пауты Плюс, которые теперь выставляют счета за тепло. Только вот незадача. Сети и котельные остались в собственности Ивгор Теплоэнерго. Лакомый кусочек для бизнеса. Очень хочется забрать и его. А для этого нужно дискредитировать этого самого владельца сетей. После чего люди взбунтуются, начнут устраивать провокации, перестанут платить и Гор Тепло обанкротят. Вместе с сетями и котельными заберут в счет долго за теплоэнергию, которую отапливали наши дома. А что будет после этого с тарифом на тепло? Вы вообще знаете, что такое Пауты Плюс? Это крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Контролируется группой Ренова и Виктором Виксельбергом, финансовым магнатом, входящим в список Forbes. Группа объединяет целый ряд генерирующих с бытовых и ремонтно-сервисных активов. А вот с переходом сетей в коммерческую структуру ЕТО тариф будет индексироваться, как вы понимаете, ежегодно в соответствии с индексом инфляции. Что значит постоянный и, уверяю вас, значительный рост. Предыдущий тариф Гор Тепло хотя бы регулировался департаментом энергетики и тарифов Ивановской области и даже в последние годы снижался. Достаточно посмотреть информацию в открытом доступе, чтобы убедиться, доходы предприятия год от года снижаются. На Канары никто не ездит и на Мерседесах не рассекает, в отличие от... ну вы поняли. А вы вообще знали, что точно такая корректировка, как сейчас, производилась каждый год, каждый без исключения. Только получалось, что за начало года надо доплатить, а за вторую, более теплую половину, наоборот, деньги возвращали. И несмотря на разделение функционала между Ивгор Теплоэнерго и Пауты Плюс, так могло быть и в этом году. Только вот Пауты Плюс на это не пошло, а ведь могли взять задолженность за первую половину года, объединить в своих квитанциях с возвратом за вторую половину, тогда социального взрыва удалось бы избежать. Но зачем, если можно так смачно унизить владельца тех самых лакомых сетей? Поиграть на нервах простых жителей и с барского плеча вернуть то, что им и так положено. Послушайте, все деньги, полученные за корректировку, не остаются у Гор Теплоэнерго. Они в полном объеме будут переданы кому бы вы думали. Пауты Плюс в счет оплаты тепловой энергии, отпущенной для отопления многоквартирных домов. Очевидно, что следующая корректировка в феврале-марте будет в плюс жителям вернуть деньги. А вот удастся ли после такого скандала сохранить последнее муниципальное предприятие в городе – большой вопрос. Кажется, все мы снова стали заложниками большой игры олигархов. В Шуе возле Центра детского творчества открыли птичье кафе у Снегиря. Покормить пернатых приглашают всех желающих. Акцию «Птичья столовая» педагоги экологического кружка организовывают ежегодно. Вешают кормушки из дерева и съедобных материалов на основе теста. Поклевать зерна к Центру детского творчества прилетают синицы, воробьи, бывают и поползни. В этом году впервые заметили снегирей. Рядом с кормушками ребята поставили табличку, где написано, что можно птицам, а что нельзя. Например, от гречки и риса у них могут быть проблемы с пищеварением. Пернатые даже могут умереть. Повесьте во дворе кормушки, насыпьте семечки и крошки, и пропоют шерины. Спасибо вам великое! Ну а сейчас коротко о погоде на предстоящие сутки. Уни дом, счастье в каждый дом. Вилмакс туда, Вилмакс сюда, Вилмакс снова в уни доме. С 30% скидкой только с 1 по 13 февраля. В пятницу в нашем регионе ожидается облачное с прояснениями погоды, без осадков. Температура воздуха днем минус 8, минус 10 градусов. Ветер северо-восточный, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%. В выходные синоптики не прогнозируют резких температурных перепадов. Временами возможны небольшие осадки. Сразу после выпуска новостей объявление в городской хронике. Интересные истории, видео и фотосообщения вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Номер вы видите на экране. Присылайте свои темы в Инстаграм или через наш сайт Иванова Ньюс. И это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин